Да, то есть вы ехали в метрополитене, рядом сидела красивая девушка, вы айтишник-программист, вы не можете к ней подойти, у вас там потеют ладони и выступают на лице, но вы хотите познакомиться. Вы ее фотографируете, закачиваете FineFace и вот имеете возможность ей написать. Открыть их и сообщить. Окей, это же, кто я спрошу. Окей, это все, что я спрошу. Я вообще думаю, что это Влад. Давайте попробуем сообщить ему. Это так хорошее, я не думаю, что я никогда не видел этого. Я просто сказал, что я тестировал Финфейс на Метро, и я хотел сказать, что ты выглядишь классно. Господи. Сказать ему несколько примеров, сказать, какие правильные ответы должны быть на этих примерах, а потом этот черный ящик будет сам давать правильные ответы. У нас сейчас точность 70% на базе в 300 миллионов фотографий. Я думаю, что это будет очень интересно именно для ребят в возрасте до 20, кто стесняется, тоже могут. Влюбил себя в девочку, сфотографировал на шоу. Это классно. На всех расах работает одинаково хорошо. Мы специально составляли обучающую выборку, которая содержит людей разных рас, разных возрастов, мужчин, женщин, с бородой, без бороды и так далее. Привет, я извиняюсь, тебя зовут Вероника? Да. Вас зовут Роман? Да. Богдан, это ты? Это я, да. У тебя есть кошка? Да. Вас зовут Дарья? Да. И тебе 25 лет? Да. Привет, случайно тебя зовут Недима? Недима. И ты даже из Москвы, на свете ко всему. Да, откуда вы все это знаете? Что ты ел на завтрак? Сырники? Ну да, полтора года назад. Для этого он и нужен, инстаграм, чтобы все смотрели. Скажи, пожалуйста, тебя зовут Кит? Да. Тебе 26 лет, ты из Москвы. Как ты думаешь, как я узнала это все? Наверное, это магия. Это абсолютно никак не нарушает законы приватности. Это некое новое развитие нашего отношения к приватности в сети. Большинство государств занимается тотальной слежкой за гражданами, развивают технологию. Как мы узнали из откровений господина Сноудена, спецслужбы занимались этим тайно и, собственно, не демонстрировали то, что хранят большой массив данных о пользователях. Люди должны понимать, что как только их фотография попадает в открытый доступ в интернет, это становится собственностью общественности. Любой человек может сфотографировать тебя, загрузить фотографию и увидеть твой профиль. Да, ну, ничего, нормально. Да? Ты не стесняешься? Да, нет, ни капельки. Вот зачем я стесняюсь, ведь я все даже сам выкладываю. То, что не надо людям смотреть, я не открываю и все. Вы знаете, вы можете заблокировать себя и убрать эти фотографии из общего доступа, например. Так что вам бы хотелось это сделать сегодня? Нет, я спокойно к этому отношусь, пожалуйста. Можно же просто не отвечать и так постоянно пишет. Особенно из Турции почему-то. Потому что блондинка, мне сердце не пишет. Было бы интересно создать алгоритм, который может эффективно взаимодействовать со всеми камерами, которые установлены в городах и которые позволят в режиме реального времени искать преступников. Вот это бы существенно повысило уровень безопасности в городах. Наши спецслужбы не пытаются скрыть факт того, что они желают контролировать частные коммуникации граждан, желают контролировать каждого в сети. Меня часто просят как-то порассуждать на тему того, а что будет дальше? Что если эта технология попадет в какие-то чужие руки, руки преступников? Честно говоря, на мой взгляд, все эти рассуждения, они настолько беспочвенные и смешные. Мне кажется, это должно беспокоить тех, кто что-то не то делает. Меня это не беспокоит, но а что такого? Музыка 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 Музыка